Добрый день! Несколько дней мы не встречались. Сегодня очередная встреча с вами, мои дорогие слушатели и читатели. Сегодня я хочу поговорить о такой важной, на мой взгляд, теме, как назначение на важные государственные посты в новом кабинете, который, на мой взгляд, очень тревожный. Объясню почему. Вчера прошла информация о том, что пресс-секретарем Никола Пашиняна назначен Владимир Карапетян. Ну, казалось бы, назначен и назначен Владимир Карапетян, но человек достаточно нам известный, и я его прекрасно помню. Значит, биография такая у него обычная. Он закончил Ереванский университет от отделения Востоковедения, факультет Востоковедения, работал в 90-е годы уже в аппарате МИДа при Левоне Тарпетросяна в СНГ, то есть в Москве, потом, значит, советником посольства в Тбилиси, а затем он работал пресс-секретарем МИД Армении несколько лет. И вот пришел 2008 год. Да, такой важный момент, стажировался в Риме, в неком оборонном колледже. Ну, это важный момент в связи с тем, что сейчас назначаются в основном люди, которые учились во всяких маршалах, флетчерах и прочих таких университетах, даже не университетах, колледжах каких-то западных. Но в данном случае Владимир Карапетян меня лично интересует в связи с событиями 2008 года. В 2008 году мы помним, что были, значит, президентские выборы Тарпетросян с Сержем Сарксяном, которые закончились трагическими событиями 1 марта. Но до этого Левон Тарпетросян сумел, надо дать ему должное, очень хорошо до основания даже потрясти государственный аппарат, когда три из четырех замминистра обороны Армении перешли, публично объявили о том, что они переходят на его сторону, о том, что заместитель генерального прокурора, военный прокурор Гагик Джангирян заявил, что он переходит на его сторону, о том, что 8 или 9 депутатов Национального собрания Армении заявили о том, что они полностью поддерживают Левон Тарпетросяна. Это были тот же Сасун Микайлян, значит, Хачатурсу Киасян, да, больше известный под кличкой Герзо, родственник Ивану Серядегьяна, это Акоп Акопян, да, помните, такой леди Акоп был, Мясник Малхосян и другие, а также заместитель министра иностранных дел Армен Байбуртян и шесть послов в разных странах Армении, среди которых был такой Рубен Шугарян, да, он был послом тогда в Италии, в Испании, в Португалии, а при Левоне Тарпетросяне он был сначала пресс-секретарем его, а потом первым послом Армении в США. Был еще такой Левон Хачатрян, это посол Армении в Киргизии и в Казахстане, был еще Размик Хумарян, если я правильно помню, посол Армении в Молдавии, и вот, там еще были другие, и вот Владимир Карапетян, спикер МИДа Армении, значит, как бы уста министра иностранных дел, он объявил, он присоединился вот к этому заявлению. Это было 24 февраля, за пять дней до трагических событий, и на следующий день, после того, как Роберт Кочарян, можно сказать, огромным усилием своей воли сумел военных удержать от того, чтобы они перешли на сторону Левона. Точнее, не военных, а Елькропа. Ну, уже много говорилось об этих событиях, как он поехал в Елькропа, где люди колебались, потому что Левон все время тряс, да, эту структуру военизированную. Мамвел Григориан колебался, даже приезжал к Кочаряну в Цахкадзор, они долго беседовали. В общем, еле-еле он, мы помним, да, что Кочарян сказал, что кто хочет заниматься политикой, пишите заявление. Либо вы соблюдаете присягу, либо вы пишите заявление, покидаете структуру Министерства обороны. Но теперь вот МИД. И я прекрасно помню, как днем в МИДе, в здании МИДа, я был на пресс-конференции Вартанова Сканяна, который был очень расстроен. Я помню, что он говорил, что воспитать дипломата в Армении очень трудный, долгий процесс. У нас ведь не было традиции, у нас нет института международных отношений, МИМО, да, как в Москве. У нас, в общем-то, в советское время можно вспомнить, ну, всего несколько таких высококлассных дипломатов, да, прежде всего Джона Киракоссяна, сын которого Арман Киракоссян, замечательный, сначала работал послом Армении в США, после Шугаряна уже. Сейчас, если я помню правильно, в Вене, посол Армении в ОБСЕ, если я правильно помню. Но он только один, два, три и все. И вот шесть человек сразу заявляют о том, что они, так сказать, переходят на сторону оппозиции, что являлось, ну, назовем вещи своими именами, предательством. Я помню реакцию Роберта Курчаряна, который тоже сказал, что это просто вот нож в спину. МИД, одна из основ государства, шатается. Шесть послов, замминистра иностранных дел, два, и спикер переходят на сторону, значит, так, оппозиции. Я подозреваю, что корни вот этого всего идут вот в эти самые оборонные колледжи римские. Ну, Шугарян известно, что он был много лет в Америке, потом он в Италии, Испании, Португалии. Обратите внимание, что наши послы, многие до сих пор, они являются послами одновременно в нескольких странах. Это во многом связано с тем, что не хватает кадров. То есть мы не можем, как, скажем, как Россия, в каждую страну отправлять отдельного посла. Здесь ставятся приоритеты, где больше диаспора, где больше, значит, наше представительство важнее, но все равно, конечно, было бы желательно, если бы в каждой стране был посол или хотя бы генконсульство Армении. Но, к сожалению, не хватает сотрудников, поэтому, я думаю, что именно поэтому Роберт Кочарян оставил почти всех, ну, за малым исключением, почти всех послов, которые работали при Ливонио-Тер-Петрусяне. Ну, вот такой вот Димаш. Прошло 10 лет, и этот человек назначается пресс-секретарем. Ну, грубо говоря, предатель назначается на государственную должность. Ну, Никол Пашинян, понятно, он помнит 2008 год, что Владимир Карапетян был вместе с ним у Ливона-Тер-Петрусяна, но он забывает о том, что если человек предал один раз, он может предать и второй, и третий, да, как говорил герой замечательного советского фильма «Гараж» в исполнении Валентина Гафта, вовремя предать это не предать, это предвидеть, да. Я думаю, что в данном случае это очень хорошо подходит, это замечание. Причем назначение Владимира Карапетяна, оно не единственное подобное. Вчера же на должность руководителя национальной комиссии по телевидению и радио был назначен такой Тигран Акопян. Тигран Акопян, человек, который при режиме Тер-Петрусяна занимал должность директора общественного телевидения Армении. Ну, каким было телевидение Армении при Ливоне-Тер-Петрусяне, мы прекрасно все помним. Это американские боевики, значит, такие ура-патриотические сюжеты про то, как Тер-Петрусян, какой замечательный у нас президент, никаких, естественно, таких, ну, так скажем, оппозиционных сюжетов, никаких критических материалов, ничего этого не было. Причем я прекрасно помню, что вот иногда, значит, правление Сержа Сарксяна или Роберта Кочаряна упрекает том, что там, скажем, телекомпания ГАЛа, да, чуть было не закрылась, или АМЭК-плюс лишился лицензии из-за каких-то там спорных вопросов. В 90-е годы все было проще. Ну, а тех, значит, о ГАЛе и АМЭК-плюс можно долго говорить. Почему так произошло? Сейчас, слава богу, и та, и другая компания вещают без проблем. АМЭК-плюс вообще получил все международные премии, да, как угнетенная, забитая режимом. Так что она от этого закрытия только выиграла. В 90-е годы все было по-другому. Была такая болгарская журналистка, она и сейчас есть, здравствует и дай бог ей здоровья, Цветана Паскалева. И она снимала сюжеты и документальные фильмы про Арцах. И, естественно, пообщавшись с генералами, с военными, с теми, кто участвовал в боевых действиях, она не могла не узнать, что наш доблестный президент, значит, имел иногда и часто довольно негативное влияние. То есть он пытался там воспрепятствовать освобождению какого-то населенного пункта, города, то есть тот же Шуши, да, вопреки был освобожден Кельбаджар, Каравачар, точнее, теперь. Как и в сюжеты, значит, ее попадала вот эта критика. Просто вот выключался эфир ее передачи, да, как будто кто-то вытаскивал вилку из розетки, и шла музыка, и все, и больше ее передача не возобновилась. То есть тогда вопрос, не надо было, значит, сокращать финансирование, устраивать заседание по лишению лицензии, ничего этого не нужно было делать. Просто взять и отрубить. Все. Передача прервалась, и пошла музыка. Я это прекрасно помню. Ну, и второй момент. Оголтелая русофобия, тоже присущая была тогда в этому ведомству, которым руководил Тигран Акопиан, теперь он назначен начальником, значит, комиссии по общественному телевидению, национальной комиссии по общественному телевидению и радио, которая должна выдавать лицензии нашим многочисленным, их теперь более 20, да, каналам. Я могу себе представить, какие будут предпочтения и приоритеты. Про Ованесси Егитяна и Рубена Рубиняна, которые теперь в национальном собрании, я уже говорил несколько раз. Ованесси Егитяна известный член АОД, значит, эксперт. Да, я еще забыл сказать, что Тигран Акопиан в 2008 году был в предвыборном штабе Тарпетросяна и занимался вопросами пропаганды, ну, теперь он будет пропагандировать это уже вот в этой самой комиссии. Вернемся к Егитяну, известный член АОД, верный Тарпетросяну, опять же, в 2008 году тоже был в его предвыборном штабе, а в 90-е годы был в национальном собрании, занимался вопросами карабахского урегулирования, поддерживал вовсю поэтапный пакет, значит, урегулирования вот этого соглашения, да, который протаскивал Тарпетросян и который стоил ему президентского кресла. Вместе с ним в этой самой комиссии по внешним связям в парламенте Армении Рубен Рубинян, сын Карапета Рубиняна, это, опять же, АОДовский вице-спикер парламента с 1991 по 1998 год, тоже ярый русофоб и тоже сторонник поэтапного, значит, мирного соглашения с нашей соседней страной, с которой у нас конфликт, никаких разговоров вообще о признании геноцида армян. Вообще, вы заметили, что за 9 месяцев пребывания бархатной администрации никто из них ни разу ни одного слова не сказал о геноциде армян 15-го года в Османской Турции, о необходимости признания. То есть мы помним, что при Роберте Кочаряне этот вопрос был чуть ли не одним из главных во внешнеполитической повестке дня. При Сержис-Арксяне благодаря футбольной, так скажем, дипломатии, этих самых пресловутых цюрихских протоколов, процесс затормозился. 24 страны в эпоху Кочаряна успели признать геноцид, и 48 штатов американских, Европейский союз, Европарламент, Ватикан и прочие. При Сержис-Арксяне это все благодаря вот этим самым цюрихским протоколам затормозилось. Но при Ливоне-Терпетросяне этого вопроса в повестке дня не было, потому что Терпетросян считал, что это только мешает развивать отношения с Турцией. И вообще это вопрос историков, пусть историки занимаются. И я думаю, я почти уверен, я очень удивлюсь, что это, если будет не так, что мы больше о геноциде армян, о необходимости международного признания, пока вот эта администрация находится во власти, мы не услышим. Потому что если у нас ключевые позиции во внешнеполитических таких ведомствах занимают представители партии АОД, они этот вопрос считают лишним, ненужным, мешающим, тормозящим, даже надоевшим. Я помню брезгливое выражение лица Терпетросяна, когда его спрашивали о геноциде армян, даже была такая фраза, этот вопрос нужен для того, чтобы оправдать существование партии Дашмакцутен, и больше ни для чего. Такая была позиция первого президента, я думаю, что сейчас она тоже будет опять выдвигаться на первый план. Ну, еще была информация о том, что сын Гагика Джангиряна, тоже военного прокурора Армении во времена Роберта Кочаряна, поддержавшего Левона Терпетросяна, назначен начальником таможенной службы. То есть, что мы видим? Бывшие люди постепенно возвращаются во власть. Самая мрачная, самая одиозная партия Армении, АОД, она потихоньку возвращается во власть. И когда говорят, что нынешняя бархатная администрация это возвращение Терпетросяна, материализовавшееся в виде Никола Пашиняна и прочих, то вот это и означает. Чем это грозит нашей стране? Я думаю, что ничего хорошего, только тревожно все. Поживем, увидим, посмотрим, как дойдет дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова